Эту деревню вы не найдете ни на одной географической карте. Ее не стало 22 марта 1943 года. 149 жителей деревни Хатынь фашисты сожгли заживо в колхозном сарае. Самому маленькому из них было всего 7 недель. Место мемориала пропитано страшной энергетикой. Это почувствовали на себе все участники автопробега. На фотографиях из Хатыни не будет ни одного крупного плана. Я не могла брать лица, хотя это моя очень любимая фотография, которую я всегда вижу. Я не могу здесь видеть эмоции, которые есть у наших ребят. Просто бесконечность. Бесконечность какой-то боли, утраты. Во время войны погибло более двух миллионов жителей Белоруссии. Каждый четвертый не дожил до победы. Это практически население двух таких городов, как Самара. Вместе с участниками автопробега на Самарскую землю уедет капсула землей Хатыни. И наша память. Мы тоже сделаем, наверное, какую-то мемориальную композицию, которая будет напоминать всем жителям нашего города, Самарской области, Волжанам о той цене, которую заплатил белорусский народ за победу над фашистской Германией. Пусть скорбь и печаль обернутся в мужество ваше и силу, и чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожара в жизни не умирала. Эти слова написаны на мемориальной плите Хатыни. Из этих труп уже никогда не пойдет дым. Более 60 мест страшного уничтожения находилось в годы войны на территории Белоруссии. Но жертвы Хатыни трогают не каждое сердце. Сегодня, спустя 72 года после уничтожения деревни на земле, по-прежнему идут войны и продолжают гибнуть женщины и дети. Инесса Панченко, Артем Сулайманов. События.